всем привет 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 парни сегодня у нас второй день третьего тура лиги чемпионов делаем обзор привил обзор прошлый раз сделать во время трансляции давай еще раз начнем начинаем с кого зенита в традиции с наших с ваших с вашей а значит зенит играет домом к нему приезжает ватсова значит по табличке у нас лацию на первом месте зенит на четвертом месте если зенит что-то хочет от этой жизни то им нужно начинать играть в футбол я думаю зенит ничего не хочет ничего думаешь не хочет у них газпром не изучили и так платят да может кто-то что-то и хочет но явно не зенит ну смотри сегодня уже как бы реально настал тот момент когда надо что-то делать надо забивать надо стараться выигрывать тем более латсо приедет немножко ослабленный не будет у них основного полузащитника основной ударной силы не будет иммобилем а и лукас солей его ему решение указали его ну не знаю видимо может быть там какая-то следующая игра важная непонятно сейчас посмотрим латсо пиппажит симона тренирует симеона почему симона убрал иммобили убрал и не сыграет у них также еще лукас лавы вратарь основной строкоша но строкоша может и так страшно получается не играет все по решению тренера а может там не решение тренера может там просто а наверно может быть за корона просто они что чтобы на чемпионат италии можно было заявить через заявочку но и тем более они следующий матч они играют с ювентусом может быть они под ювентус все-таки решили основу поберечь я не думаю я думаю что там какие-то приколы как раз таки с коронкой с коронкой приколы небольшие поэтому чтоб не палиться да потому что на лигу чемпионов сейчас пройдет тест и ты в следующий матч его допустим не заявишь ты должен за 10 или за сколько-то дней пройти тест до заявки в лиге чемпионов а так они втихаря дома переборели втихаря а потом тесты не сдают это же как бы их же не заявляли поэтому и тесты не сделали в италии можно отбегать я думаю там не просто все так ну ладно это их решение наша задача сейчас понять что сможет зенит сделать со слабленным составом лацио и сможет ли вообще что-то значит но букмекеры котируют примерно равную игру чуть-чуть лучший зенит у зенита кого не будет ну азмут не будет малкам не будет да 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 может азмут может азмут может и азмут не будет а может и азмут травма дам значит опять на дзюбушку ложится а может дива дзюбушка в прошлом матче не играл наверно тоже поберегли чуть-чуть хочу выберите он большой так ну у зенита дома два поражения с одинаковым счетом 21 почему 20 не борусь из влетели брюди один они проиграли надо это надо было 20 еще борусь а ты имеешь ввиду что рубин еще я имею ввиду что дома они проиграли два матча подряд надо уже как-то порадовать пустой стадион они лучше быть не после этого матча не вроде выиграли у химок до беззюба мостовой забил но другое дело на не надо смотреть на чат россии на это не то место где на на что-то можно смотреть да там по идее зенит и так должен быть чемпион тем или хотя бы с первой двойки стабильно на химки странный клуб еще поэтому на тот матч точно смотреть не стоит какое предположение что может быть по матчу были доволаться очень сильные проблемы может зенит выиграть может выиграть ну пора бы уже выиграть но если что-то хотят если simac что-то хочет если simac хочет денежки получать наверно надо выиграть вопрос там могут ли у него 20 придурков которые это также захотят чтобы зима 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 кипал зима когда денежки получал другой вопрос просто его могут и снять могут могут ну а там придет иностранец скорее всего придет иностранец сюда если чисто смотреть отталкиваться отставок то матч мне кажется очень мутным потому что вроде как слабый лацию но даже слабый лацию может не дать сильному зениту что-то забить по-хорошему такой матч надо пропускать но если вы верите в зенит то наверное надо ставить на домашнюю команду но это чисто поболеть очень мутный мать и за ватсу да если бы ватсова был форме и со всеми игроками но опять же зенит скорее всего выгреб бы парочку голов ну так вот дальше закончилось дальше идем да бах шешер баша хир я не выговорю это ты сможешь короче турки против манчестер юнайт и против англичан всегда весело да можно и порезать кого-то был бы стадион полный манчестеру было бы очень тяжело играть очень очень потому что там болельщики умеют болеть умеют кричать умеют нагонять страха на игроке открыли в турции будет но не все у нас же как в турции как и в россии она есть на и более либерально относятся короне да не она просто уровень жизни ниже поэтому злить сильно нельзя так болеть долго нельзя да не поэтому злить сильно нельзя на теление чтоб не снесло еще кого-то манчестера красивая серия из пяти выездных побед только дома не почему-то постоянно проигрываю манчестера проблемы проблемы большие с джесси лингард травма они ну тогда все я думаю пил джонс травма байли как ни странно травмирован чувак очередной раз да мне не не почему он вообще не стекло и железный человек и экторами ладно нельзя смеяться и телес болеет но телеса жалко но наверно неймар постарался случайно вписался бразильца не у бразильцы всегда болеет когда их корона пришла бразильцы всегда болеют так ну по-хорошему манчестер продул арсеналу при очень херово игре но продул смотри прикол здесь надо что-то делать будет привели привели это основной нам может не выйти тогда у ну там под вопросом но это основной на плюс турки будут играть через брата близнеца через фланг близнеца на через рафаэля да может рафаэля там там есть виска 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 у них есть составе вот он неплохо там играет это главная сила группа турков еще не будет бразильца жуниор жуниор я не знаю говорящая имя у него имя фамилия победит кто победит саш как ты думаешь слушай ну по хорошему конечно манчестеру нужно побеждать иначе там будет слишком много вопросов к ним ты не поверишь но здесь больше на ничью чем на победу турков дальше как ни странно да кто-то поставил на ничью обычно здесь ничья ничья нулевая ну я тоже не верю в турков уже очень плохо они играют у нас по ну да но брать какую-то фору на манчестер юнайт а как ты думаешь турки смогут забить хоть один этого манчестеру ну манчестер он стабил очка поможет может почему потому что манчестер первый матч лиги чемпионов будет играть от себя когда манчестер играет от себя вообще непонятно что происходит да ну под него подстраиваются он не понимает как атаковать это не манчестер пока что только научился контратаковать атаковать хорошо нет он не атакует неплохо главное чтоб зоны отдавали если турки позволят манчестеру грубо говоря разгоняться принимать мяч бруно если позволят турки принимать мяч бруно или там разгоняться марсиале например то будут проблемы а кстати марсиаль будет играть да он же соскучив три игрока у три игрока в манчестере могут представлять опасность рейсфорд бруно и марсиаль а следующий матч у манчестера будет он попу рвать как к арсеналу но он с эвертоном играет поэтому по-любому надо ну я думаю в чемпионате по-любому надо побеждать я думаю сейчас дурками будут играть полу основа ну вот смотри с арсеналом вернее в прошлом матче с рб играла полу основы и как-то на основе интереснее сыграла до чем основа ну когда то что играть футболом соскучились то что игроки сидели в запасе ничего не помогло и погба выглядел свежее чем бруно и рэшфорд был нулевой лучше выглядел гринвуд поэтому не уверен что основу грубо говоря не выйдет почему нет тем более увидя как сыграл манчестер не манчестер ливерпуль да что сильно перед сити тоже как я говорил силой не экономил потому что там потом сборная перерыв тоже нет смысла на особо опираться они же потом по сборным разъедется на фига сульшеру шип они сборной пылили пусть здесь пустанут а сборная пусть тренеры мучается это их проблема я думаю не будет проблем но смотри турки последних четыре матча дома вообще ни одного гола не забили не а вот в одном я в одном да вынесли кого-то 51 но это наверное просто просто кто-то слабенький попал италия спорт но это наверно санталии приехали вот расслабленные были отдыха да ну манчестер вот мне кажется все таки турки могут забить голоден манчестер они могут проиграть разгромно могут могут вашу манчестер не та команда которую идет стабильно по сезону поэтому на нее ставить по играм лиги чемпионов можно по да они собираются на лигу чемпионов по чемпионату они пока не просто дело в том что турки однозначно самая слабая команда то есть манчестер приходит я на турков должен настраиваться постраиваться нет и будет может прийти попа то есть слабая команда для манчестера иногда хуже как ты думаешь они сейчас играют вы с турками и потом дома с турками то есть взять здесь 6 очков и больше не мучиться с лигой чемпионов а дальше 100 процентов 100 процентов будут играть все таки на результат на победу да ну конечно первые два матча еще эти будут играть на результат потом почему резерв не выпускать ну да тем более там окажется дома пассажир и на выезде лейпциг да а лейпциг захочет отомстить да и пассажир тоже захочет напрячься ну поставкам короче тоже матч такой сомнительный скорее всего победа манчестера возможен гол турков но если фартанет из-за того что может быть состав будет смешанный рода дальше идем челси рэн вот здесь точно что подала будет папка у кого там до домашний челси челси в таблице идет на первом месте севилья и челси по 4 очка до челси я думаю должен должен побеждать по-любому потому что лэмпорду лигу чемпионов кстати травма ариса балага это очень серьезная проблема я даже не знаю кто это ну кто это не знаю из понятия кепа кепа если кепа там чех уже вроде даже на всякие ученики остался ключом сажала и у них один из лучших колки перов по последним матчем даже в европе как-то он сразу встал после кепы уж она я думаю что челси челси шеффилдом потом играет домашний матч да наверное будет хороший состав сына тот и на другой смотри здесь камовинга один из самых таких ну молодой парень до 17 прогрессирующих ну и это один из лидеров и нянг нападающий который по моему в милане воспитанник и это снова плюс но они же потеряли и по другое дело что не кепа этого минди здесь кстати будут играть один голкипер против другого то есть рэн продал голкипера купил и сейчас будет и голкипер проиграть и при этом это два срена купили его да это два лучших голкипер ну очень хорошие вратари для лиги чемпионов челси кстати 4 матча уже подряд не пропускает но так что может и не пропустите здесь может не пропустить здесь кстати наверно может быть и не так уж много головки с рэн не развалится в районе верят в рынке верят вообще от слова совсем десяточка но я думаю можно на динамо киев если что паста на вдруг а вдруг не но поставкам я бы тоже этот матч пропускал потому что абсолютно непонятно ну челси выиграет однозначно как выиграть во сколько голов ну пойдет игра вынесут вперед ногами не пойдет игра но 12 и успокоится коэффициент для от лэмпорда зависит от лэмпорда если он будет страховаться пятью защитниками то может и не пропустит а если вспомнить что были а мы такие крутые можем и в 4 поиграть но могут и получить там вингер неплохие есть урена неплохие они купили кстати доку по моему неплохой нападающий но визгер из бельгии чисто исходя из статистики ну давай вот говори насколько сколько сейчас я тебе скажу говори на рэн забьет за 175 ну вот чисто может какой-нибудь дурачок залетит давно челси не пропускал могут и пустить одного ну ставим начался а вот здесь ничего никто не так погнали дальше в этом у у нас краснодар по севилья краснодар это это прикольно очень очень нравится краснодар где жили не просто нравится город красивый там был слушай но краснодар два последних матча проиграл ни разу не забил севилья севилья последнее время низовая команда еще года два-три назад она очень хорошо резвилась очень много голов у них было но последнее время что-то они все сушат да сушит но смотри прикол у краснодара не сыграет кобеля кобель не сыграет зачем его покупали я не знаю под лигу чемпиона прошлом году покупали он и там не играл и здесь не играть не играет классен петров морстоцкий молодой вандерсон может не сыграть то есть серьезные реально потери для севилья это не потери у стивили хоть полкоманда не будет отчасти играть лопатеги встроит севилья кстати размазывает опасные моменты считай по всем игрокам это значит тоже четыре очка надо брать с краснодаром все 6 до желательно но тут у краснодара шансов нет я согласен с букмекерами краснодар здесь вообще шансов с этой севильей наверно без шанс слушай что даже гол не забьют ну севилья не пропускает вообще в лиге чемпионов усилили есть стоячок на еврокубке если было бы еще лига европы то вообще сказали что краснодар даже минус 1 наверно где-то запустит себе но потому что севилья стояк именно на лигу европ но и на лигу чемпионов походу стоит неплохо сейчас хотят и здесь что-то получить уж она может быть тогда total больше тут хотя бы дать ну севилья 3 забьет красно севилья 1 гол забила за два матча и ноль пропустили не на может краснодару и разговеется там иран должен был запустить очень много там просто не повезло нефортиво да ну когда то же должно их прорвать может и прорвет здесь может и прорвет на краснодар но смотри голы у нас как севилья забьет 1039 краснодар забьет 205 то есть вот никто не верит в них вообще не верят да а total больше total больше у нас total больше двух с половиной 161 но закрытая команда севилья до непонятный краснодар который может и не забить и 161 на три гола ну как-то не интересно вообще играть в лига чемпионов наверно все головы закончились в прошлом в прошлом днем да вчера там все веселились 60-20 на севилью 6 2 победа севилья но непонятно нифига себе смотри это русские зашли краснодар по любому выиграет и ульфа такая чё но если брать краснодар то там в принципе можно брать сфора его тогда вот если в экспресс какой-нибудь вот смотри фора на краснодар плюс два с половиной ажи на 40 уровень ну то есть значит они проиграют в два гола не больше я думаю 2031 знаешь как это получилось я думаю галецкий ночью сидел хоть здесь ты выход здесь мы выиграем хоть здесь уже но действительно вот если верить в краснодар все-таки поболеть за наших плюс два с половиной в экспресс какой-нибудь отлично ручек поставить 20 ладно погнали дальше брюки бормут ляжут лягут на дно у брюки на колокольню подымались дерьмо полная путеводители рекомендуют жену брюки себя показал неплохой командой по последним двум матчем в лиге чемпионов хлопнули зенит сыграли в ничью с лацио да у них там даже что-то по очкам четыре очка даже больше вот чем приколу лацио везет не основной состав на матч с синитом но грубо говоря да это да хоть наверно по-любому корона потому что плит все опасно все опасно проиграешь им как бы здесь группа такая осыпется до осыпется все вся группа подвисает брюки может и долбануть хотя боруссия феникс это дома коэффициент 5 на боруссию 17 а кстати мы не забываем шоу боруссии потом следующая игра с баварии бавария показала себя что она не расслабилась и вынесла зальцбург 62 ну правда как вынесла и я смотрел там было вроде 4 дней и 6262 но они забили до 100 процентов но они забили последних четыре гола за последних десять минут то есть зальцбург чуть-чуть не дотерпел австрийцы посыпали они видишь пропустили когда 32 стала пошли отыгрываться и там им накидали уже ого-гошеньки ну как блицкриги на имя когда пришли а мы на вас то нападемте такие нифига и напали подошли границы эти хуже сдались так нашел брюки думаю упрется брюки упрется против дортман будет тяжело конечно удар куда скоростные нападающие молодые скоростные в одну брюки тоже не пальцем деланный а я думаю дортман выиграет не дотмут однозначно выиграет не верю в брюки говном ты не был но и до вершины добрался че-то не верю я пельгийца но если выиграет это пипец тут группа будет такая запутанная что тогда верим в дортмут коэффициент 17 на их победу чистую с форой думаю брать смысла нет если выиграю то один в один мяч наверное будет тяжелая игра выезде умер что не будет но она погнали на борусь а кто у нас здесь не оборвайся борусь здесь походу галицкий не зашел не зашел сюда галицкий а прикинь перепутал был клуб на другую клуб полагина ренды а здесь динамо киев о самый главный матч сезона барселона динамо киев ну да тут есть вероятность что динамо киев переплюнет шахтер не выгодном ученым я думаю динамо киев надо просто сказать ребят заявить 7 игроков либо в начале перенесли домой не чтоб 3 0 им засчитали и не париться будет поэффективе конечно жалко киевлян блин ну видишь они не застали сказали что реально пацаны заболели они просто дома остались перед вами много народу ну как тебе сказать как с лацио а смотри 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 допинг допинг как блять может может реально суркис им сказал ребят что-то у нас один интересно чувак попался на допинге который вообще не играл последних полтора ну год точно не играл него я не заявлены заявлены тут дисквалифицирован пошло ему оставалось делать он сидел на банке делать не до он дисквалифицирован вот дисквалифицирован он с двадцать девятого 0 9 до этого он 0 6 0 2 этого года да может может они все по получили там допинг он сказал блин давайте там ему просто скучно осталось зашел суркис поплевал на всю команду кто кто из вас вместе с ним идем корону вставать на это писать она что тут можно сказать по матчу про 29 выноски я удивлен что здесь коэффициент 29 0 можно было песо . зафигачить а у барселона следующая игра с бетисом ну наверное тоже выйдет не основа я не думаю что барселона на динамо киев выпустит основу саж они продули они не выигрывают ну вот кумана надо говорить что а я-то в лиге помнишь как зидан своими говорили договорить но им все равно надо очки начинать собирать в чемпионате ну блин динамо киев они тут вынесут вынесут какая разница ему надо показывать картинку чтобы его не уволили я смотрите я динамо киев дорож вместе выйдет выйдет конечно мисси надо статистику свою подтягивать конечно мисси фони выйдет мансити купил до зимой чтобы статистика была хорошая почему вместе не выпусти он скажет я с пацанами десяточку за зафигачи выпускаем не выпускать не выйдет выйдет вместе мы хорошо ладно и у нас там осталась одна командочка смотри в киев перри 13 13 процентов я думаю 13 человек которые остались на замене брат его нет те кто на замене остались мы выйдем мы их порвем и проголосовали верим в лучшее не ювентус у нас еще ювентус перец варыша во всей красе сам выйдет на поле всех порвена крайняк филинс варыш не заболел не у филинс варыша походу не знаю это болезнь не здесь один болезнь и узу не болезнь это зуб боли да наверное делик алекс демираль ну ни о чем как бы по идее будут играть основами ну ювентус должен побеждать у них выбора нет в родник есть еще не динамо киев не победят роналду там раз забивался выпустят его не выпустят непонятно это тоже захочет статистику поправить не здесь тоже я думаю венка сыграет с ватсо следующий домашнюю игру на выезде поэтому может здесь тоже попытаются поберечь кого игроков кого-кого да не у роналда тоже стоячок будет они все прекрасно понимают через неделю они все уедут сборной там может быть травма через должен под сборную впереди короче вперед вперед шаши с ними сейчас мы должны наверно и мечи набить что барселона пускакать в группе все-таки первое место лучше чем второе на выходе реал показал это когда относите попал думаю нет и без шанса вопрос сколько я думаю парочку точно забьют наверное так и того что мы имеем здесь ничего не верит кстати а мы еще а лейпсик пассажир самые топовый маль что вы пропустили блин сами не я не пропустил у меня на я прошел да мне еще идет ну шо то лейпсик пассажир я думаю вот мне прям очень хочется верить могу ошибаться но лейпсик должен эту игру брать вот прям обязан брать потому что у пассажир в этот раз очень много травм почти вся атака вырезана ножом уж неймар опять корону пригласил что-то он точно привез гостинцев каких-то вот так лейпсик проиграл последние две игры им надо собираться в лиге чемпионов тем более собираться потому что денежки нужны они там с тремя очками надо обходить пассажир чтоб на что-то рассчитывать но смотри не сыграет клостерман под вопросом хасленберг а это защита по сравнению с тем что не будет мбп наймара и карди верать и то ну это вообще но езди мария ноги мария конечно парень неплохой ночи странным позиже это якобы мажора да сейчас выходит состав непонятный притом защищает мпб в защите там кто-то еще с ним рядышком стоит грузова да и такой смотришь блин а это реально миллиардеры вышли не анукин кин но защита диалог зачем поведать вам у пассажир по моему вот я и говорю какие к очень странные создались как это сказать здесь восемь человек пахают вашу пашу пашу то три гуляют это где мария мбп наймар ну так бывает на то на что учился ну так вот смотри фора с нулем 08 189 на лейпциг я считаю вполне играбельно я думаю ну тут либо ничья либо либо победа если ничья добудет возврат если лейпциг побеждает а он должен победить в этой игре я думаю ну если тренер хочет чтобы они вышли надо здесь подергаться подергаться потому что последнем матче там или предпоследнем с манчестером может уже не помочь что они начнут дергаться потому что в манчестеру по разниц на вряд ли уже кто-то будет конкурент разве что манчестеру сам же пассажир напихает поэтому я думаю дома пассажир мне напихает так много дома манчи за манчи с манчестером не будет выиграть разинал граффорде без зрителей ну да перелет или зритель до корона конечно здесь очень сильно повлияло очень аномальные матчи очень много в мячей такое ощущение что защита вообще не участвуют в нем очень много игр где на выйти дергается притом легко так вот ну такая вот лига чемпионов сегодня пока да пока пока